шалом на этой неделе мы начинаем новую книгу книга которая так принято называть ее книга шмот интересно очень что рамбан например в своем предисловии пишет что эту он называет эту книгу сэфер агиуля сэфер агиуля книга избавления если прочитаем может быть самого рамбана его предисловие как он начинает и он пишет мы закончили книгу книга о чем она говорила это о создании и творения все что есть в этом мире да все что всевышний сотворил и человека и природу и все рассказы и все случаи все истории которые произошли с нашими отцами авраам и цхак и яков это тоже создание создание все это намеки намеки все что будет у еврейского народа после того как как закончила книга берешит а книга берешит она говорит персональных людей лично про каждого лично эта книга берешит из книги берешит мы потом переходим уже не что-то личное семейное такое интимное то что происходило у якова его сыновьями а мы книгу берешит переходим к народу поэтому это новая книга понимаете почему должна быть новая книга почему это не продолжение книги берешит потому что книга шмот как нам написал рамбан это сэфер геуля это книга геуля избавление уже народа здесь уже обращение бога идет к народу к нашему народу здесь идет уже четкость того то что есть большая разница между нами и другими народами сейчас посмотрим в чем именно разница это ничего она нас к чему нас она обязует а книга берешит которую мы ее закончили она говорит про бешпоху про лично дальше говорит арамбан да лахен хазар бит хил бешмот юрдей митраем это написано в эле шмот как она начинает это и это имена и то есть когда слово написано буква вав на иврите она соединяет в и на русском это и присоединяется то есть это есть конечно продолжение и пишет дальше рамбан здесь рамбан задает такой вопрос если мы посмотрим когда мы говорим избавление еврейского народа так мы о чем говорим обычно выходе из египта выходе из египта как как мы были там рабами и вот всевышний нас вывел оттуда и так далее но если мы посчитаем если не ошибаюсь 11 глав которые у нас есть книги 11 глав книги шмот так всего четыре главы которые говорят о выходе из египта все остальное она говорит о строении мешкана очень много посвященном в главах книги шмот о синайском откровении это то что пишет рамбан наше избавление оно не только выражается в том то что мы получили физическую независимость мы были рабы и вышли сейчас мы независимы нет как наша гиуля наше избавление она когда вы получили тору когда есть божественное присутствие через мешкан через переносной храм а потом это конечно это полноценное избавление поэтому всю книгу называет рамбан называет рамбан книгу гиуля книгу избавления но перед тем как мы еще подробно посмотрим я бы хотел очень интересно посмотреть поскольку книга шмот это продолжение книги да я бы сказал если книга берешит это создание как я уже сказал мишпохи семьи еврейского евреев семья а книга шмот это уже народ это уже ам и давайте сейчас посмотрим вот это соединение как оно происходит как вдруг происходит из личных людей из семьи вдруг превращается народ и этот народ на нем на его плечах заложено то есть ответственность у него у этого народа делать что-то особое которое не существует ни у ни у какого другого народа давайте посмотрим смотрите во первых мы должны понимать что что есть цель творения этого мира не просто так всевышний решил створить этот мир и когда всевышний замысл всевышнего было что всевышний хочется творить мир есть этому какая-то мотора какая-то цель предназначение к чему это все и действительно когда он это все сотворил шесть дней творения все замечательно все прекрасно до всевышний после того как все творение завершилось говорить как все замечательно все прекрасно все очень хорошо потом мы нашли в книге уже даже даже не в книге можно сказать даже в первой главе книги береши очень много разных проколов можно сказать в самой книги береши вообще в самой недельной главе береши потом уже это книги тоже распространяется можно объяснить что последняя глава книги береши и когда образуется вот эта семья еврейского народа это в какой-то степени исправление тем тому греху тем проколом те неудачи которые у нас была книги береши а в частности в недельной главе береши я хотел сказать очень важный момент давайте посмотрим как я уже сказал невозможно перейти на национальные тенности перед тем как ты исправлен своих личных ценностей невозможно перейти к народу перед тем как семья исправлена и все проблемы которые были в семье мы очень 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 это четко знаем какие страшные проблемы были у нас даже в еврейском народе в семье в мишпохе да это должно быть все исправлено ты сейчас переходишь на другой уровень который называется народ это наша книга шмот надо исправить все проблемы все нюансы все обиды все что происходило в семье знаете кстати хочу вам сказать даже есть мнение в мишне что когда первосвященник служит и такое ответственное у него служение самый святой день йома кипурим день искупления когда искупляется все наши грехи и он заходит святая святынь вот там целая служба и так далее так написано есть мнение в талмуде что обязательно чтобы он был женат чтобы он был женат то есть семейная в общем рост у человека перед тем как он вообще что-то делает для народа у него должен быть исправлен ты не можешь делать делать какие-то службы искуплять и так далее заповедью всевышнего для всего народа перед тем как у тебя не все полноценно поэтому должен быть женатым а не жена там обсуждает а если не дай бог жена у него умрет в середине йома кипурим она умирает так он не полноценный так как он может делать что-то для всей нации так есть мнение которое говорит что ему на всякий случай подготавливают еще одну жену представляете себе потому что как это возможно чтобы он делал что-то для народа когда у него вот этой личной жизни не все устроено как нужно ну правда там есть мнение другое которое говорит что нету в этом конца потому что кто сказал что вторая жена умрет и так далее но тем не менее мы видим подход давайте посмотрим подход вот между отношения с братьями отношения с братьями когда мы только начали учить тору во первых да начали читать книгу горыши во первых мы там видим первое убийство которое произошло страшно убийство из-за зависти каин убивает эвеля и потом всевышний спрашивает его уважаемый каин а где эвель что он ему говорит а он сказал не знаю разве сторож я брату моему я никакой не сторож обратите внимание отношения между братьями давайте посмотрим сейчас то что мы читали в последний шаббат как это исправляется мы видим как йосеф он сторож своим братьям как он заботится о своих братьях это полное исправление мы видим как еуда в предыдущих недельных главах тоже как он полностью готов отдать самого себя зная что он теряет все в жизни ради брата это полное исправление да в еврейском народе мы превращаемся быть сторож для моего брата а когда мы говорим сторож это уже что-то гораздо высокое да я хочу сказать что очень интересно вообще в благословении который благословляет якова вину перед смертью он зовет всех братьев вместе всех и каждого благословляет своим благословение которое предназначено именно ему некоторых по например рувен шимон леви это выглядит как проклятие даже за их не гнев за их не паха скамай что ты слишком быстро решаешь поэтому ты не можешь быть рувен он говорит и в общем слишком это принимаешь решение быстро ты не можешь быть царем но он всех приглашает вместе все слушают я бы может быть сделать это по-другому каждого по отдельности пригласить и сказать потому что все таки это неприятно чтобы другой слушал как папа извините меня увещевает или или по нашему языку наезжает на одного из братьев зачем это так здесь вы должны понять все исправлено нету такого что кто-то будет завидовать кто-то будет удержать какую-то понимаете ненависть яков это делай потому что понимает что да есть братья которые они разные и у каждого есть своя роль строительстве во строении еврейского народа и никто завидовать друг другу не будет это полное исправление мы читали также когда юсеф приводит своих сыновей мы наши и эфраин мы наши он старше а эфраин младше и папа положил руку когда он хочет благословить сыновей юсефа своих внуков свои руки с правая рука она должна быть на голове минаши а левая рука на голове эфраин а потому что он моложе папа меняет яков меняет ставить правую руку на эфраин а левую руку на минаши юсеф видит этот ужас почему ужас потому что папа ты разве не понимаешь ну это не написано что вся наша проблема вся вот эта зависть которая произошла почему братья юсефа меня продали почему хотели меня убить потому что ты предпочитал меня какой-то степени давал мне рубаху там уделял уделял мне больше времени зачем между братьями делать вот этого это же может привести минимум там каким-то ужасным последствия и он вмешивается берет руку папу как будто сильно до насилием таким и хочет поменять руки отца понимаете он не просто только говорит ему нужно понимать какая проблема от этого может быть яков говорит ему сейчас семья здоровая сейчас ты не понимаешь то что происходило в книге все что происходило что я не сторож это все поменялось сейчас братья рады тому то что есть у другого и несмотря что я положил мою руку правую руку на 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 фраима на наше первенец он рад этому вау дедушка предпочитает моего младшего брата он счастлив этому вот это кстати всколько я хочу вам сказать это по-настоящему здоровое отношение к реальности. Потому что, когда человек видит какие-то моменты, которые у него там что-то там, он уже старше меня, он младше меня, он достиг и так далее, он постоянно чувствует, что что-то ему не хватает. Здесь, когда человек радуется тому, и он счастлив тому, что есть у другого, даже больше, да, я счастлив за другого. Это не говорит, что я должен молиться, чтобы у меня тоже было все нормально, у меня тоже было и так. Я рад. Кто-то там поступил куда-то, нашел какую-то жену красивую, какую-то работу хорошую. Я счастлив за него. Я буду молиться за себя, что у меня тоже было все хорошо. Это не противоречие, но никакой зависти. Это то, что Яков учит нас в конце книги Беррщит. И может начинаться книга Шмот. Когда семья здоровая, потому что из семей рождается, создается народ. Это первое. Второе, то, что интересное, мы знаем, что есть такое понимание неблагодарственности. Неблагодарность. и мы это видели тоже в книге Беррщит в начале первой нашей недельной главе, как когда человек согрешил и съел с древа познания добра и зла, Всевышний ему запретил это. Вместо того, чтобы признать эту вину, он неблагодарный Богу, который дал ему жену, и оно говорит, вот это из-за того, что ты мне дал вот эту жену, и так далее, это считается неблагодарностью. Это считается неблагодарностью. Вместо того, чтобы благодарить Всевышнего, да, и взять на себя ответственность греха, ты перекладываешь ответственность на других и неблагодарен. мы видим в конце книги Берешит, там существует благодарность. Благодарность даже людей, которые могли бы быть далеки от всего святого, но там существует благодарность. Когда умирает Яков Абину, наш отец Яков, весь Египет благодарит, весь Египет стал говорить речи оплакивания, понимая, что благодаря Якову, вы знаете в скобках, да, что когда Яков должен был быть голод семь лет, Яков пришел, так из-за его святости, величия голод прекратился, и он живет там, и он умер, весь Египет благодарен ему. Могли бы повести по-другому, Плакивание великое возвращается в это чувство благодарности в человечестве. Еще один момент, который очень важный, который надо сказать, это когда Всевышний сотворил этот мир, как мы уже сказали, сначала было все хорошо, все прекрасно и так далее, а потом Всевышний написано передумал, и был потоп, и там все, все, Всевышний все уничтожил, и там есть такая интересная фраза, интересная фраза, что 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 Всевышний стал грустным, посмотрел ситуацию, я вот хотел, чтобы было все хорошо, чтобы люди вели себя хорошо, а люди стали вести себя безобразно, сейчас посмотрим а именно что, и вот вейтацеве либом, но там комментаторы пишут, что же Всевышний, он грустный, у нас бывает, мы там расстроились, настроение испортилось, как можно сказать это про Всевышнего, что у него настроение испортилось, так комментаторы говорят, вейтацеве либом, что Всевышний постлал грусть этому миру, то есть не существовало такое понятие грусть, Всевышний создал мир, у всех было всегда шикарное хорошее настроение, но произошло то, что произошло, и Всевышний решил, поскольку человечество ведет себя так, и вот это поведение, оно посылает грусть, какое поведение, когда люди стали думать только о себе, то есть у кого-то какая-то беда, это его проблема, это не моя проблема, у меня все нормально, я разбой, я беру, это же его бизнес, это же его дело, и так далее, меня не интересно, никто меня не интересует, кроме меня, максимум моей семьи, все, его страдания, его боли, его заработки, он как заработал, меня не интересно, я могу взять, и все нормально, когда Всевышний видит это, когда люди только заботятся о себе и не думают о других, эти люди грустные. Обратите внимание, там, где общество находится, что дает друг другу, и вообще люди добрые, обратите внимание в жизнь, люди добрые, они веселые. У них есть хорошее настроение. Люди, которые постоянно думают только о себе, у них настроение плохое, все у них постоянно депрессивное настроение. Думают о себе, он мне взял, он мне отдал, он мне и так далее. Доброта. И это то, что написано в Торе. Это исправляется. Это исправляется, когда люди стали понимать друг о друге. Когда похороны Якова Вину, я вам прочитаю, это удивительно. Происходит похороны Кен. И знаем, что Якова Вину похоронили в Эрт-Исраэль. Есть Египет. Есть Кнанская земля. И вот и увидели жителей землей той Кнани. Это траур. То есть они вдруг понимают, Египет в трауре. Ну хорошо, Египет в трауре. У них умер какой-то важный человек. Причем здесь я? Мне тоже это больно. Потому что если другим больно, я не отстраняюсь и говорю, что это его проблемы. Это моя проблема. Представляете, между ней и время. Нам тоже это больно. Это исправление того, то, что было в начале книги Бориши. Когда никто не думал друг о друге, так в какой-то степени Тора написала это на веки веков, что в Кнанской земле, когда увидели, как страдает и в каком трауре находится Египет. Вау! Мы тоже в трауре. И они не только, они делают действия. Смотрите, как написано. И увидели в земле той Кнанской этот траур в короне Атади и назвали велик этот траур у Египта. Поэтому наречили ему месту тому Авель Митраи. То есть Авель Митраи, трауры египетские. То есть это место они назвали таким, потому что это солидарность с другими тоже. Это, конечно, но есть еще один важный момент. И с этим мы отличаемся от всего еврейского народа. От других смерть. Смерть Якова Вину умирает. Но в Талмуде у нас написано, что Якова Вину не умер. Так Талмуд сразу шокирован. Как это может быть? Яков не умер. Там же были трауры, там же были бальзамирования. Как это может быть? И Талмуд говорит, нет, ты знаешь, его потомки живы, значит, он жив. Что здесь написано? У всех потомки живы. О чем идет здесь речь? Смерть, которая наступила в этот мир из-за греха, она действительно это что-то ужасное. Но когда мы говорим про жизнь, что такое жизнь? Человек живой, конечно есть тело, которое реально показывает, что вот человек жив. Но есть такое понятие тоже. Жизнь это мысли, это влияние человека на друг на это тоже жизнь. Когда ты передаешь свою идеологию живую идеологию когда у тебя была ты передаешь следующему поколению и она не умирает эта идеология. Это считается жизнь тоже. Да, с точки зрения тела человек умирает, но с точки зрения вот этой жизни оно переходит дальше. если бы обратил внимание на протяжение всей книги Берешит вот эта идеология полноценным образом не переходила сыновьям. Не проходила при сыновьям. Адам арещен. Его сын убивает его второго сына. Это разве это же нормально? И так дальше у Авраама мы видим есть тоже Ишмаэль. Не все переходит у Ицхака не все переходит. Где впервые мы нашли что все переходит бесперерывно до наших дней можно сказать это у Якова. Он действительно остался жив. Это то что называется то что мы сегодня говорим об Исраэль хай еврейский народ жив. Потому что Исраэль тот Исраэль тот Яков который тоже его называет Исраэль он жив потому что вот эта идея не сломалась до сегодняшних дней народы приходят исчезают приходят с какими-то идеями идеологиями и все пропадают азехай понимаете возьмите великие книги наших мудрецов наших талмудов которые до сегодняшнего дня мы учим изучаем и так далее они живут эти люди несмотря на то что конечно они похоронены конечно их тело оно не живое но жизнь образ жизни он тоже выражается именно вот с этими идеями это то что я хотел сказать поэтому когда мы переходим в книгу шмот там у нас происходит великое вот это изменение после того как исправление того то что происходило всех грехов которые произошли в Баришит да вот это после вот этого исправления у нас Баруха Шем происходит еврейский народ встает и строение еврейского народа еще буквально два слова рабство зачем еврейский народ для того чтобы он образовался нам необходимо рабство смотрите вопрос он более глубже потому что почему вопрос глубокий потому что когда было сказано Аврагаму что Всевышний говорит ему я выбрал тебя и наша избранность мы потом посмотрим это новое создание Всевышнего потому что когда мы говорим что мы выбираем чего-то человек выбирает тебе жену выбирает тебе я знаю там еду выбирает себе книжку он выбирает есть другие он выбирает хорошо когда мы говорим избранность Всевышнего он выбрал это новое творение это что-то другое абсолютно несмотря на то что визуально это кажется то же самое но это совсем абсолютно что-то другое это и есть Всевышний выбрал ну что это такое это не говорит что это лучше это там не дай бог говорим что там превосходность какая-то не об этом идет речь Авраам Авраам был избран Всевышний ему говорит уважаемый Авраам есть кто-то который должен то творение которое произошло в начале для этой цели сотворил мир человечество постепенно постепенно стало забывать для какой цели был создан мир какая роль человека в этом мире будет народ которое главная его цель самая главная его цель он может заниматься и другими делами тоже но его главная цель это две цели это раз распространить что есть творец этому миру есть творец человек может прийти и сказать может быть творца нет может быть это мир сам по себе у еврейского народа ответственность не только самому себе понять что есть творец этому миру что есть творец который за шесть дней сотворил этот мир на седьмой день он прекратил и так далее а распространить на всему человечеству что есть творец это первая цель и мы видим реально что у нас это получилось что действительно еврейский народ и мы видим христианский мир который источники его еврейские тоже верит в творца что есть творец который сотворил мир и исламский мир верит в творца что есть творец который сотворил этот мир и что это была цель еврейского народа и она продолжается всегда это первое всевышний почему нас избрал может быть у нас избрал и для других для других целей есть другие народы но он нас не избрал для того чтобы мы там в науке и так далее это тоже очень важно но не в этом заключается наша избранность а наша избранность что мы дарим человечеству и дарим себе это дарим того то что есть творец в этом мире но второй вопрос который очень важен это ведь только то что есть творец а творец он связан творец он связан с человеком и говорит ему дает ему советы у нас есть свобода выбора как жить кто это скажет миру что есть нравственность что есть определенное поведение которое лучше для нас лучше для мира у еврейского народа и как это сделать для этого необходимо пройти через Египет необходимо пройти через Египет почему потому что для того чтобы еврейский народ распространил это это недостаточно распространить когда мы народ без государства мы должны быть такое же государство как все народы у кого есть армия у кого есть министерство там я знаю там экономики министерство сельскохозяйственное все государственные структуры должны существовать у этого народа на святой земле должно быть еще что-то который выражает нашу роль что это все делается с правильным божественным советом который Всевышний нам сказал как управлять это все а как мы научимся управлять этим всем Всевышний говорит это мы должны пройти серьезные учения а где тогда было самое серьезное государство где мы можем пройти это учение это только в Египте в те времена Египет это можно сказать как Америка может быть сегодня как великие державы когда мы находимся там мы можем научиться от этого это первое почему нам необходимо пройти этот Египет и только там мы сможем стать действительно тем народом который может создать свое государство создать твои структуры и главное потом распространить это через вот эти государственные структуры всему человечеству и второй момент рабство говорит Равкук в пасхальной Агаде очень интересно я вам прочитаю говорит рабство это ужасная вещь вообще зачем через рабство Равкук здесь обсуждает можно было можно быть как-то создать нас не через рабство хорошо мы должны научиться у египтян как там руководить государством ну хорошо жили бы там мы должны превращаться в раб смотрите смотрите что пишет Равкук конечно рабство она причинила много ужасных вещей потому что рабство человек он должен выразить самого себя человек должен быть свободным и рабство причиняет тупит человека глушит человека да и конечно те которые страдали тогда это ужасно что такое рабство рабство ты подчиняешь себя полностью желанию твоего господина то есть у тебя своего желания нет кто-то такой ты раб господин только его желание оно фигурирует и оно существует у раба нет желания ты полностью подчинен просьбам желания требованиям капризам своего господина говорит Равкук подчиняться кому это здорово подчиняться когда ты будешь рабом Всевышнего а раб Всевышнего это по-настоящему свободный человек потому что Всевышний создал свою структуру и Всевышний дает тебе советы конечно у нас есть свобода выбора но когда я декларирую того что я хочу быть твоим рабом это значит по-настоящему что ты хочешь а есть может быть вещи которые тянут тебя в другие стороны так ты превращаешься быть не тем кто ты по-настоящему то есть та сила генетически которая находится у каждого еврея потому что наши все предки были рабами мы все подчинялись это дает нам в какой-то степени тоже такую возможность подчинить себя божественному слову иногда который мы не понимаем иногда который нам тяжело согласиться с этим нашим разумом и так далее мы подчиняемся тебе Всевышний Всевышний ты нас создал ты наш любишь ты нас избрал для вот этой цели распространять вот эту божественность и распространять что ты связан и даешь Тору и даешь учения и даешь инструкцию жизнью всем и мы готовы полностью даже когда мы не понимаем быть твоими рабами это тоже одна из причин говорит Раф Кок да почему мы должны были пройти так есть сегодня мы научились на этом и закончим две причины одна причина быть по-настоящему научиться как руководить государством потому что только через свет государственный стрель конечно мы по отдельности тоже мы можем влиять но влияние в мировом должно быть максимально даже когда у нас не было государством мы влияли две тысячи лет мы влияли и влияли но сейчас когда у нас есть слава богу государство еврейское наше влияние оно гораздо будет выше больше мощнее и вот этот божественный свет распространится и вы были рабами мы умеем подчинить себя божественному слову большое спасибо если нет вопросов до встречи в следующих раз сейчас секунду узнаем у кого-то есть вопросы народ вопросы ну хорошо тогда если вы молчите чтобы у нас был какой-то диалог у меня такой маленький вопрос есть можно задать подарок пожалуйста вот это вот такая идеальная схема которую вы нарисовали что как бы братья сделали полную шву у них единение они все поняли все замечательно но вот странно что бы параша асмуха шмот да мы видим что сразу после смерти отца якобы братья их тут же охватывает страх что сейчас их иосиф накажет и такое ощущение что они жили с этим все время они все время у них было ощущение что иосиф он на них держит и он их накажет вот да как это может быть то есть если они полностью соединились простили все другого поняли кто как все полное единение как такое может быть что сразу после смерти отца они тут же падают ему в ноги образно говоря прости нас не делай нам ничего плохого как будто все возвращается обратно все держалось только на страхе перед отцом вот такой вопрос но смотрите как иосиф отвечает тоже иосиф их учит и говорит что вы не поняли что что у нас все исправилось конечно вот это вот это испытание что у нас все исправилось оно должно продолжаться оно не заканчивается потом есть испытание дальше и дальше у нас испытание до наших дней это все будет происходить понимаете но иосиф им иосиф ацадик он иосод основа приходит и говорит братьям смотрите опять-таки очнитесь у нас все исправлено у нас все нормально конечно у каждого у нас есть тоже понимаете вот это радоваться другому и так далее конечно есть есть куда стремиться но в полном книге Берешит в конце мы видим исправление окей окей замечательно если вопросов больше нет Эмиль Песя Александр если у вас вопросов нет мы говорим большое спасибо Раву было очень интересно это наша первая лекция Рава Давида в рамках программы Лельмод мы будем проводить сейчас люди подсоединяются но мы уже как бы заканчиваем неважно мы стараемся с Божьей помощью проводить это каждый решен в качестве постоянных занятий будем рады видеть вас и всех остальных которые к нам присоединятся окей шалом всем спасибо пока